SCP-763 Органокомплекс Биовульф. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. SCP-763 содержится на минус седьмом этаже мясокомбината. Засекречено на окраинах города Секречна, штат Иллинойс. После обнаружения SCP-763 мясокомбинат был приобретен организацией, реконструирован должным образом и переоборудован в биозону Секречна. Учреждение до сих пор закупает питательный раствор для откорма телят, но лишь в количестве, достаточном для поддержания жизнедеятельности SCP-763. Были созданы схемы системы кормушек, созданной бывшим владельцем мясокомбината Клаусом Секречна. Систему следует поддерживать в рабочем состоянии до момента создания более эффективной системы. В документе SCP-763 терасекречено. Приведены объемы порций и расписание их выдачи для каждого компонента объекта. Ввиду способности SCP-763 ассимилировать человеческие органы, сотрудникам жизненно необходимо избегать прикосновения к SCP-763 голыми руками или другими участками тела. Описание. SCP-763. Масса человеческих органов и тканей, занимающая примерно 300 квадратных метров и весящая ориентировочно 4000 кг. За исключением SCP-763-A, масса организована бессистемно. Большая часть массы SCP-763 приходится на мышечную ткань, густо пронизанную кровеносными сосудами. Мышечная ткань сильно атрофирована и не способна к передвижению. При этом в лежащих неподвижно тканях постоянно поддерживается интенсивная циркуляция крови. Толщина основной массы невысока, в среднем 10 см, что позволяет рассеивать тепло, генерируемое центральной массой. Последний представляет из себя крупный нарост высотой около 2 метров. Циркуляция крови поддерживается крупным скоплением сердец в центральной массе и периферийными сердцами, разбросанными по основной массе SCP-763. В объекте присутствуют все человеческие органы, достаточно равномерно распределенные по всему органокомплексу. Воздух в легких поступает через круглые, похожие на рты, отверстия в коже SCP-763. Трубки для подачи пищеварительного раствора уходят внутрь SCP-763, словно плоть нарастала прямо вокруг них. На фотографии покойный доктор Секречина держит в руках отделенную от SCP-763 часть, содержащую в себе три печени, две почки и поджелудочную железу. Научные сотрудники исследующие объекты считают, что кровеносные сосуды и органы являются, по сути, системой жизнеобеспечения для так называемого скопления. Последний представляет собой 37 человеческих мозгов разного размера, связанных линейными соединениями из клеток, похожих на нейроны. Скопление окружает многочисленная структура из кости. Кости этой структуры более всего похожи на ребра, но обладают поперечными выростами, с помощью которых организуются в более прочную структуру. Первоначальный анализ выявил активность нейромедиаторов значительно выше нормальной. Время от времени отдельные мозги впадают в состояние отдыха, при этом их нервная деятельность соответствует фазе быстрого сна. Время погружения в такое состояние соответствует циркадным ритмам человека. Состояние отдыха длится примерно 45 минут. В любое время 5 мозгов находятся в состоянии отдыха, остальные 32 в активном состоянии. Из этого скопления выходит пучок костной ткани и нервных волокон, похожий на спинной хребет, и вырастает в спинной хребет SCP-763-A. SCP-763-A, судя по всему, является телом бывшего владельца мясокомбината, Клауса Секречна. SCP-763 лишь частично поглотил его все органы. Возможно, принадлежавшие хозяину сохранили форму и структуру. За все время, пока объект находился на содержании организации, дальнейшего поглощения SCP-763-A основным объектом не происходило. Следует отметить, что все остальные подопытные полностью поглощались SCP-763 в течение трех месяцев. На момент обнаружения SCP-763-A находится в сидящем положении, в котором находится и поныне. Изначально SCP-763 сидел за столом, на котором лежала пачка листов бумаги, полностью сгнивших в сыром и теплом климате, минус седьмого этажа. В руке SCP-763-A держат карандаш, изготовленный для письма. Все, что могло быть им написано, утрачено из-за порчи бумаги. Лицо SCP-763-A выражает сильную концентрацию. Возможно, боль. Черты лица искажены, а глаза закрыты. В отличие от остальной мышечной ткани, мышцы SCP-763-A не атрофировались, хотя и находятся без движения все время с момента обнаружения. По предположениям научных сотрудников, SCP-763-A не был поглощен объектом ради того, чтобы взаимодействовать с ним. На внешние раздражители SCP-763-A никак не реагируют. Исключение составляют лишь безусловные рефлекции и отклик иммунной системы. С момента обнаружения SCP-763 ассимилировал биоматериал из 7 человек. Двух сотрудников службы безопасности, одного медработника, трех сотрудников класса D и доктора Секречна. Контакт оголенного участка кожи с SCP-763 приводит к тому, что в кожу впаиваются крохотные шипы, которые вводят нервно-паралитическое вещество. После обездвиживания жертвы органокомплекс начинает выделять пищеварительные кислоты, которые растворяют кожу в месте прикосновения. Сразу после этого кожа начинает зарастать с увеличенной скоростью, срастаясь при этом с SCP-763. Процесс растворения повторного заживления повторяется раз за разом, при этом жертва постепенно интегрируется в SCP-763. После ассимиляции большей части жертвы органы последней перемещаются в различные места органокомплекса, занимая в нем нужное место. В некоторых случаях органы, которые SCP-763 считает лишними, перевариваются объектом, обеспечивая его питательными веществами. Большая часть жертв поглощалась в течение двух месяцев. Органы доктора Секречна остановились только в четвертом месяце с момента первого контакта. По мнению сотрудников, это было вызвано необходимостью адаптировать внутренний костяк объекта под добавившийся туда мозг доктора Секречна. На сегодняшний день это единственный мозг, который объект не переварил, а интегрировал в себя. Приложение. Приложение. Отчет об инциденте 763-12G. После того, как биозона Секречна не вышла на связь по расписанию, на расследование ситуации была отправлена опергруппа. Бывая группа быстро реагирования Omicron-3 обнаружила, что все сотрудники, работавшие в учреждении, отравленные аглавой исследований отдела доктора Секречна, большей частью ассимилирован в SCP-763. Похоже, что он сделал в биомассе объекта большой прорез и забрался внутрь. Рядом с снятой доктором Секречной одежды была обнаружена записка. Ее текст приведен ниже. Я должен узнать. Прошло полгода, и мы так ничего о нем и не узнали. Секречна. Я иммунодефицит. И органической совместимости к конским Секречна. Я должен узнать, что они... что оно думает. Я должен узнать. И я узнаю. Поначалу оперативники Omicron-3 хотели устранить биологические компоненты доктора Секречна за предательство. После того, как было установлено, что мозг доктора Секречна стал частью скопления, было принято решение, что исследовательские данные, которые можно получить, наблюдая за процессом, важнее мести. Оперативникам был отдан приказ прекратить действие. Приложение 763-13L. Заявка о предоставлении CP763-A пищебумаги на случай, если он попробует что-то написать, находится на рассмотрении.